Афера на миллионы. Телефонные мошенники чуть не лишили пожилого мужчину не только денег, но и собственного дома. Об этом через минуту. Первый рабочий визит нового градоначальника. Исполняющий обязанности мэра Махачкалы Ясук Умавов посетил школу-интернат для детей-сирот. Мелодии и ритмы, сплотившие народ в страшные годы войны. Конкурс патриотической песни «Эхо военных лет» прошел в Махачкале. Не только бараны. Дагестанские чемпионы мира по боксу получат еще и крупное денежное поощрение. Подробности в спортивном блоке новостей. В Дагестане телефонные мошенники выманили у пенсионера 8 миллионов рублей, а потом стали требовать еще 35. Несколько участников преступной группы задержаны, остальные еще в розыске. Об этом сообщает МВД республики. О вымогателях, которые обманули пожилого мужчину на крупную сумму денег в сюжете по темат Ханаповой. Все по классике жанра. Мошенники и в этом случае действовали по налаженной схеме. Сначала представились сотрудниками службы безопасности банка, затем аферисты начали играть на страхе потери вложений. Якобы кто-то пытается оформить на мужчину кредит. Чтобы предводить эти действия, они убеждали гражданина в том, что ему необходимо действовать согласно их инструкции. Сначала потерпевший мошенникам не поверил, но аферисты на этом не остановились. Они вновь связались с пенсионером, но уже представились с сотрудниками следственного комитета. Однако в последующем они проявили изобретательность, скинув ему на WhatsApp фотокопию служебного удостоверения сотрудника следственного комитета России. Как в последующем стало известно, она была изготовлена на фоторедакторе. Таким образом, убедив мужчину, что они являются сотрудниками правоохранительных органов, мошенники заставили снять пенсионеры деньги со сберегательного счета и передать средства в размере более 8 миллионов рублей их курьеру. Я когда деньги получал, прежде чем получить деньги, я узнал, есть ли такой следователь или нет. Мне говорят мои знакомые, да, есть такой следователь. Он доверенное лицом Москвы, он очень опытный и так далее. Это меня успокоило. Вот теперь эти деньги мы должны сдать Центральному банку. Специальный курьер приедет из Москвы, завтра на самолете, мы их должны сдать, восстановить. И тут же ваши деньги мы восстановим с процентами. В обмен потерпевший получил липовый документ о зачислении этих средств на некий безопасный счет. Далее мошенники решили развить успех. Стали убеждать гражданина в том, что некие преступники хотят наложить арест на его жилой дом. Мы убеждали пенсионера заложить недвижимость и передать им еще 35 миллионов рублей. Тогда я понял, что здесь что-то не то и обратился в органы. При его активном участии сотрудникам правительства Роско была разработана операция, в ходе которой потерпевший согласился на условия мошенников, выдвинув встречные условия, посредством которых удалось установить их полные данные и места нахождения. При передаче муляжа денег был задержан курьер, 34-летний житель Краснодарского края. Позже был установлен и его соучастник, 32-летний житель Московской области. Задержанные дали признательные показания. А вы знали, за что вы берете эти деньги у него? Для чего эти деньги вообще вы знали? Для чего деньги не знал, я знал, каким путем эти деньги были получены, путем мошеннических действий. С этого всего ваша прибыль какая должна была быть? Ну, вот с первого было 300 тысяч рублей, а со второго, по факту. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Принимаются меры к задержанию остальных участников преступной группы. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности оставшихся членов банды, часть из которых находится на территории Украины. По тематам Анапы, Мурат Бикбарзов, новости ННТ, при содействии МВД Дагестана. Началось посещение нуждающихся в опеке и внимании. Юсуп Умавов в свой первый рабочий визит в качестве исполняющего обязанности мэра Махачкалы навестил воспитанников школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Погибли на войне! Ради жизни! Жизнь! Свою отдать! Умавов пообещал часто навещать ребят и поддерживать интернат. Напомним, здесь ведется капитальный ремонт учебного корпуса в рамках реализации президентской программы. Градоначальник оценил качество выполняемых работ и высказал ряд рекомендаций. Новый учебный год дети встретят уже в обновленном здании. Директорам дагестанских школ рекомендовано использовать в школьном меню продукцию местных товаропроизводителей. Об этом на заседании правительства сообщил глава регионального Кабмина Абдул-Муслим Абдул-Муслимов. Представители Министерства образования должны регулярно посещать школы в районах и городах. Крайне важно, чтобы учащиеся получали только полезную и вкусную еду, отметил премьер. К другим темам – эхо военных лет. В Махачкале прошел городской конкурс военно-патриотической песни. Учащиеся в высших и средних специальных учебных заведениях исполнили известные музыкальные произведения, сплотившие народ в трудные годы. Мероприятия посвятили 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами концерта выступили Управление спорта, туризма и работы с молодежью Махачкалы. В состав жюри вошли известные певцы дагестанской эстрады, представители мэрии и народные артисты республики. У нас дети молодцы, потому что все-таки военная тематика, она всегда нужна, тем более сейчас в такое время. Я хочу им пожелать успехов. Пусть наши дети видят и слышат больше хорошего, чем мы когда-то в свою молодость. 110 лет со дня рождения народного писателя Хизгила Афшалумова отметили в Махачкале. В Вечере памяти приняли участие представители правительства Дагестана, ряд руководителей органов власти, журналисты, писатели и другие почетные гости. Присутствующие делились воспоминаниями о прозаике, высоко оценивая его вклад в развитие национальной культуры. Хизгил Афшалумов родился недалеко от Дербента в селе Нюгдий. Прошел путь от простого парня из крестьянской семьи до научного работника. Афшалумов также прошел через суровые испытания Великой Отечественной войны. Воевал на Северокавказском и Белорусском фронтах. Был не раз ранен, дошел до Берлина. В память о нем названы улица в Дербенте, школа в родном селе и музей. Его пьесы, переведенные на языки народов Дагестана, вошли в репертуар многих театральных коллективов. Хочу сказать спасибо. У меня сейчас спрашивал один корреспондент, а что вам оставил отец? Ничего. И все. Да, не оставил мне ни квартиры, ни дома, ни дачи. Нет у меня. Он оставил мне самое главное. Он оставил мне имя, которое носить и с гордостью и тяжело, потому что надо быть его достойным. Мы удивительные люди, и даже то, что сегодня мы здесь, в нас живет историческая память. А раз живет историческая память, вот посмотрите, что есть память? Это есть будущее народа. Это есть будущее нации. Это есть будущее развития. И, конечно же, пока она есть, пока есть память, будут живы наша культура, наши традиции, наши религиозные традиции, наши культурные традиции, наш язык. И будет процветать наша культура, и будет жить Дагестан, и будет жить наша страна. Спасибо вам большое. Дагестанские преподаватели Корана из числа женщин прошли курсы повышения квалификации у специалиста из Сирии. Занятия шейха Анаса Тайсира проходили в республике с сентября прошлого года. За это время 27 преподавателей улучшили свои познания и получили дипломы и джазы. Это официальное разрешение на обучение священному писанию от сирийского специалиста. Коран — это нравы, это законы Аллаха, это образ жизни. В Коране есть шариатские законы, как сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение. Поистине, Всевышний возложил на людей исполнение религиозных обязанностей, так не пренебрегайте же ими. И установил границы, так не приступайте же их. И запретил некоторые вещи, так не нарушайте же эти запреты. И умолчал о некоторых вещах по своей милости к вам, а не по забывчивости. Так не доискивайте же их. В хадисах говорится, для того, чтобы получить знания, нужно идти даже в Китай. Но, аль-хамдул-Лля, у нас есть ученые, у нас есть шейх Анас Ат-Тайсир, которого наш муфт Ахмад Хаджи в фанде-фанде-фанде-фанде-сиру пригласил. И нам не нужно далеко ехать, вот можно получать знания. Хвала Всевышнему! 27 человек сумели получить джазы. И на этом мы не останавливаемся, собираемся дальше и развиваться, и передавать ничего. В Дагестанском театре «Кукол» состоялось театрализованное представление, посвященное году Расула Гамзатова. Мероприятие организовала Махачкалинская школа имени Юсупова. В зале собрались педагоги и учащиеся родители, и почетные гости. Актеры, в числе которых были и сами школьники, воплотили на сцене эпизоды из книги народного поэта «Мой Дагестан». Это театрализованное представление включает в себя целый ряд сцен из жизни великого поэта, его детства, каких-то значимых этапов его жизни, которые помогут детям на таком эмоциональном уровне воспринять ту эпоху, ее какие-то особенности. Ведь дети выросли в совершенно другое время. Даже костюмы, обстановка на сцене – все это для них уже далеко, какое-то ушедшее прошлое. И вот вспомнить его, увидеть его, получить какой-то заряд духовности и нравственности от предшествующих поколений, в частности, благодаря творчеству Расула Гамзатова. Помимо театрализованных сцен, школьники читали стихи на русском и аварском языках. И о спорте. Чемпионы мира по боксу Шарапутина Таев и Муслим Гаджи Магомедов получат призовые в размере 200 тысяч долларов каждому. Такое денежное поощрение для спортсменов учредила Международная боксерская ассоциация. Деньги боксеры вложат в бизнес-проекты и купят автомобили. Об этом они рассказали на встрече с журналистами. Напомним, ранее спортсменов с победой на чемпионате мира поздравил глава государства Владимир Путин. Мастер-класс от девятикратного чемпиона мира. В городе Избербаш боец ММА Руслан Абдуллаев встретился с юными бойцами клуба Universal Fighters. О том, какие советы дал спортсмен молодым единоборцам, расскажет Карим Гамаев. И здесь внимание обратите на захват. Не эта рука сверху держит, а вот нижняя рука держит сверху. Ни единого лишнего звука. Все внимание на человека, который точно знает, как правильно сделать тот или иной прием. В клуб Universal Fighters города Избербаш приехал девятикратный чемпион мира по грэплингу Руслан Абдуллаев. Я рад, что я могу нести какой-то вклад в развитие нашей молодежи. В мои годы, да, это грэплинг, это молодой вид спорта. И, можно сказать, мы первопроходцы в этом виде спорта у нас в России, в частности Дагестана. Поэтому у нас не было таких людей, которые приезжали к нам, проводили мастер-классы. Мы сами учились где-то в интернете, там, видео смотрели, разбирались с тренерами. А сейчас у молодых есть возможность, у них есть все, можно сказать, для того, что они просто занимались спортом, здоровой жизнью. И мы, в свою очередь, будем приезжать и помогать им. Я еду на чемпионат мира в декабре, и я хочу научиться всякому. Может, обгонишь меня? Надо, да, говорит, надо. Уверен, должен себя быть. Именно примеры таких именитых спортсменов дают большой импульс юным ребятам, которые только ставят себе высокие цели. А что самое главное, пример брать есть кого. У нас профессоры в этом виде спорта, очень титуловно лучшие игроприятия России, мира. Так что сейчас для развития, для молодежи, это хорошая возможность также добиться каких-то мировых рекордов, результатов. Не только тренироваться, да, мы должны не только физически тренироваться, мы еще должны учебу не забывать. Учеба у нас должна быть на главном месте. Учеба во главе всего. Эта фраза на мастер-классе прозвучала не только из уст Руслана. Об этом, а еще о дисциплине и воспитании говорил также главный тренер клуба. Для ребят это большой праздник, потому что мы часто проводим, не впервые. Ребята берут хороший опыт, берут пользу с такого мероприятия, поэтому приходится их проводить часто. И в первую очередь хочу поблагодарить наших гостей Руслана Адулаева. Он не в первый раз к нам приезжает. Сегодня много соблазнов. Молодые ребята сразу берут примеры плохого. Они не слушают многие старшие. Если в работу родители подключатся, работают родители, учителя, мы тренеры всегда рады помочь. В заключении мероприятия чемпион вручил награды за успехи в спорте особо отличившимся ребятам клуба. Ну а завершилось все традиционным фото на память. Карим Гамайев, Саид Шагидов, новости ННТ и Сбербаш. Смотрите новости ННТ также на наших каналах в социальных сетях. На этом я, Лориана Шамхалаева, с вами прощаюсь и до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова